Глава Ваигаш Но, как и многие другие жители земли Кнаан И Йосеф Он хозяин, но он сам и продает зерно Они ему поклонились, а он их узнал А они его не узнали И идет непонятное поведение Йосефа Он им говорит, что вы шпионы Они говорят, нет, мы не шпионы Говорят, а что у вас за семья? И они рассказывают ему, что есть младший брат А вы не увидите мое лицо, пока не будет младший брат Бениамин И он взял подарец Чимона Отец не хотел посылать Бениамина Но из-за вынужденного положения, когда зерно кончилось Он послал под гарантию Егуда Они встретились с владыкой страны Он их пригласил на обед И потом он сказал, положи зерно каждому А кубок подложи в мешок Бениамина И он так и сделал Ну, они вышли А он погнался за ними Йосеф послал человека, который погнался за ними Как это вы так ведете себя? Возвращаете из госа добро? Как это? Крадете кубок? Он говорит, мы? Ничего такого не было Поищем Поискали и Понятно нашли И Йосеф в конце главы говорит Тот, у кого нашелся кубок, будет не рабом А вы идите спокойно к вашему отцу И вот сейчас в этом напряженном моменте заканчивается Прошлая глава И начинается это Ваега шейлов Йудо Подошел к ему Йудо Ваега сказал Би адени Пожалуйста, мой господин Йедаберну абдаходово Чтоб говорил твой раб Слово бозны адени В ушах моего господина Ваугихар абхобе авдехо Чтоб не горел твой гнев на твоего раба Из такого выражения Чтоб не горел твой гнев Слышится Что Йосеф говорил Что Иуда говорил острые слова Чтоб было на что сердиться Кихомейхо кефары Как ты как фараон Я тебя уважаю точно как фараона Но то что я Да я Говорю с тобой с большим уважением И вместе с тем У меня есть свои требования Теперь Йудо Говорю как говорится На двух уровнях На двух этажах Есть буквальный смысл Буквально то что он говорит прямо И есть то что намекает между строк Аденишо ау Эс А вот добрый мэр Господин наш Спросил Твоих рабов То есть нас Говоря А есть Есть ли у вас Отец или брат Тут лежит уже намек Что негадко Вся эта история негадкая Скажите Мы хотим с тобой Ты хочешь с нами породниться Мы хотим с тобой породниться Зачем такие лишние вопросы Если у вас Отец или брат Мы пришли купить зерно Скажи сколько надо заплатить И делу конец Причем тут Есть ли отец или брат Тут видно С самого начала Было что-то подстроено Ванны и мэра Адени мы сказали господину нашему Ешелону овзокин У нас есть пожилой отец Вы елэц скуним котон Или И Ребенок К старости Маленький Ну Этому маленькому Было уже тогда Двадцать два года Но он был самый младший Его брат умер Почему Почему Иуда говорит Брат умер Он уже боялся Неизвестно Что можно От Иосифа От этого владыки Страны ожидать Мы упомянули Младшего брата Бениамина Он говорит Приведите Мы скажем Брат пропал А я ничего не хочу знать Приведите его Поэтому Поэтому Он Из-за вынужденного положения Он сказал Его брат умер Умер Чтобы уже не потребуешь Приведите Он остался один От своей мамы От Рахели А его папа любит его Он остался один Мама ушла Старший брат Пропал И остался только он От всех троих То есть Если он Пропадает То как будто Они все Пропадают Умер Умер Мальчик Не может оставить Своего отца А если он Оставит Отца Он может Умереть В дороге Когда идешь В дороге Могут быть Разные опасности Если Не спустится Ваш младший Брат с вами Вы Больше не будете Видеть Мое лицо То есть То есть Ты нас Обязал Привезти Младшего Брата Без этого Не будете Видеть Мое лицо И это не просто Не будете Видеть Мое лицо Не получите Зерна И умирать С голода Могут 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 Было Когда мы подняли Твоему рабу Моему отцу Могут 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 У Могут Сказали Мы Не можем Спустится Им Если Наш Брат Могут Спустимся Брат Знаете Мы Не можем Видеть Лицо Могут 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 У Мы с нами, мы не можем, сказал твой раб, мой отец нам, вы знаете, что двоих родила мне моя жена, та жена, на которой я женился по моему желанию, это Рахель, один ушел от меня, я сказал, он разорван, он разорван, вы говорите, есть воды, но я его не видел до сих пор, значит, наверное, он разорван, возьмете также это, вы мимпоне от моего лица, вы корову осень, с ним случится беда, вы ирантем, вы спустите с его си мою седину, с бедой шаила в могилу, то есть отец не хотел его посылать, и то, что он его послал, это было вынуждено, то есть так, по простому, как по пшату говорят так, беда обращается к владыке страны, послушай, из-за, допустим, чтобы нем им виноват, и он действительно украл, но из-за виновного не должны страдать невиновные, папа же невиновный, и папа ни в какую не хотел его отпускать, и если оставить Бениамина здесь в рабстве, папа может умереть, как он продолжает дальше, это простой смысл сказанного, но тут лежит еще второй смысл, который лежит между строк, тут дело нечистое, негадкое, скажи мне, скажи, скажи, пожалуйста, для чего ты спрашивал, есть ли у вас отец или брат, для чего, мы хотим породниться с тобой, нет, и потом ты прицепился, приведите Бениамина, и папа не хотел, и мы были вынуждены его привезти, а сейчас у него нашелся кубок, видно, что вся эта история подстроенная, это такая хорошая комедия, которую ты сыграл, сначала заставил нас привезти, и затем подстроил, подбросил кубок к нему, вся эта история нечистая, это лежит между строк, но прямо он это не говорит, но это, можно это хорошо понять, да а то, а нету знамя, венавшей, кшура, венавшей, а его душа, душа папы связана с его душой, и будет кирейс, и когда он увидит кейнанар, нет мальчика, вомейс, папа умрет от переживания, а это недопустимо, если ты спросишь, что я тут вмешиваюсь больше всех других, я же не самый старший, Ягуда он четвертый, я гарантировал, я гарантировал за мальчика, ми мови, от моего отца ли мэр говоря, и мэйя вену и лехо, если я его не приведу к тебе, в хото силы ови, я буду грешен перед отцом, кола йом им все дни, все дни, значит, в этом мире и в будущем. Никто не обязался, я гарантировал, то есть Ягуда тут проявляет свое качество ответственности, он берет гарантию и несет ответственность за свою гарантию, это качество ответственности, и есть мнение, что это из причин, за что Ягуда, его колено получило царство в будущем, качество, царство руководителей страны, это нести ответственность за народ, нести ответственность за свои обещания, за действия, за весь народ, это основное качество руководителей народа. И Ягуда имеет в себе это качество. Он просит, Вы представляете, что берет на себя Ягуда? Ему уже за сорок, у него есть дети и внуки, и он себя сажает в рабство, а рабство когда-то было вечно. Ягуда объясняет, чтобы владыка страны не сказал, Наверно, ты более проворный, и поэтому ты хочешь заменить Мениамина собой, ты быстрее сможешь убежать. Нет. Мне не мило жизнь вернуться к папе, и чтобы папа переживал. Как я поднимусь к моему отцу, А мальчик не со мной. Как бы я не увидел то зло, ту беду, Ашаимца особи, который встретит моего отца. Мне приятнее сидеть тут в рабстве, чем вернуться домой и видеть переживание отца. Это то, что говорил Ягуда. Медраж говорит, что Ягуда, когда он говорил и сердился, то его глаза наливались кровью. И когда его волосы протыкали все одежды, так он говорил, и видно в его словах, как он кипел всем. Папа зацал, объяснял, а для чего, для чего есть все это дело. Для чего он объявлял их, что они шпионы, задержал Шимона. Потом подбросил кубок Бениамина. Для чего все это дело. Папа зацал говорил так, что Йосеф был в большом размышлении. Он же понимал, что папа переживает о нем. Так пока он был рабом, он ничего делать не мог. Рабство тогда, это не теперешняя тюрьма в Израиле для террористов. Раб мне не мог послать письмо домой. Пока он был в рабстве, а потом в тюрьме он ничего не мог делать. Но когда он стал вторым человеком в Египте, он да мог послать? Послать весточку папе? Я Йосеф, твой сын, жив-здоров. Шалем. Мог? А почему он это не сделал? От Египта до земли к нам не такая далекая дорога. Несколько недель. Но Йосеф размышлял так. Если папа получит такую весточку, а что будет дальше? Он начнет думать. Тут братья принесли окровавленную рубашку. А тут как будто он погиб, Йосеф. Тут письмо от Йосефа. Что-то тут негадкое. Он позовет Рувен, Шимен. Расскажите мне, что тут было с Йосефом? Что-то тут не клеится. Что-то негадкое. Что это такое? А братья тогда будут бояться находиться у отца, чтобы он дальше не задавал им вопросы. На что им особенно ответить нечего. И если они будут меньше приходить к Якову, у Якова было большое влияние на детей и на внуков, чтобы построить дом Якова. А если дети не будут приходить, это помешает воспитанию внуков. И это может быть еще хуже, чем то, что папа переживает. Поэтому Йосеф не знал, что делать. Он решил так. Я не знаю. Знаете, есть такое правило. Человек не знает, делать или не делать. Могут быть разные ситуации. Но есть и ситуации, как говорят, 50 на 50. То обычно не делают. Но Йосеф думал дальше. Бог же мне показал сны. И сны, видно, пророческие. По-видимому, через эти сны раскроется папе, что я жив. Первый сон был, что 11 снопов поворачивается и поклоняется его снопу. Это значит, все 11 братьев ему поклонятся. Первый сон почти выполнился. Десять братьев поклонились. Как я могу, может быть, я ускорю выполнение снов, чтобы папа быстрее узнал, что я жив. А как ускорить исполнение снов, как воздействовать, чтобы Бениамин тоже пришел и поклонился. Йосеф видел только один путь. Объявить их шпионами, задержать Шимона и сказать, что он их не примет, пока не придет Бениамин. Ну, они пришли, написано в Айштахе в угле Арсу, поклонились ему до земли. Первый сон выполнился. Но папа еще ничего не знает. Надо постараться, чтобы исполнился второй сон. Солнце и Луна и 11 звезд. То есть, чтобы папа тоже спустился в Египет. А как можно это сделать? Он видел единственный путь задержать Бениамина. И тогда папа спустится в Египет. И тогда папа узнает о нем. Но Йосеф строил свои планы. А Иуда не дал этим планам осуществиться. Вы видите, он подошел. Что это такое? Как это может быть? Это интересно говорят. На более высоком уровне говорят, что это был, как бы сказать, спор, поединок двух царств. Вы знаете, что есть два царства в еврейском народе. Царство Ягуды и царство Йосефа. И они тут встречаются в поединке. Иуда подходит к Йосефу. И Иуда не дал ему возможности это сделать, задержать Бениамина. Медраж говорит, что чем больше Ягуда кипятился, тем это больше успокаивало Йосефа. Смотри, как он кипятится, как он старается ради моего брата, ради папы, как он готов быть рабом. И Йосеф увидел, что он больше уже не может дальше держаться. Медраж даже говорит, что Иуда был уже готов взять меч в руки. Медраж выражается так. Он сказал, с тебя я начну, и фараонов я закончу. Медраж говорит так. Если ему он сказал, фараонам я начну, а тобой закончу, есть еще время, можно еще подождать. Но если с тебя я начну, нет времени ждать. Медраж говорит, что он не мог дальше держаться. Все, кто стояли возле него. Он не мог видеть, чтобы братья стыдились, когда он раскрывается им. Ваикро закричал, идти, уховыш милой, выведите всех людей от меня. Но в Иомад Ишите не стоял никакой человек с ним, без вода Йосефа, когда раскрылся Йосеф братьям. Поднял голос, плачу. Ваишму, Мисраем, услышали египтяне. Ваишму, услышал без пары, дом фараона. Ваима Йосеф орехов, сказал Йосеф братьям, а не Йосеф, я Йосеф. Папа ли еще жив? Братья не могли ему ответить, потому что они растирались от него. Ваима Йосеф орехов, сказал Йосеф братьям, кшу, но и рай, подойдите ко мне. Ваи Йосеф, они подошли. Ваима рассказал, а не Йосеф орехов, я Йосеф ваш брат, а шамехартем исимитруйма, что вы меня продали в Египет. А теперь, чтобы вы не огорчались. Чтобы не было досад на ваших глазах, чтобы вы продали меня сюда. Потому что для пропитания, Бог меня послал перед вас. То есть, смотрите, можно перевести так. У братьев могли бы быть разные чувства. Они бы могли сожалеть. Как это продали брата? Плохо. Это одно чувство. А может быть, другое чувство. Тоже неприятно и досадно, но совсем другое. Как это неудачно получилось. Мы его продали, чтобы он был рабом и не поднялся над нами. А вышло как раз наоборот. Через эту продажу он поднялся. И мы сейчас в его руках. Это противоположные ощущения. Так можно перевести так. Не огорчайтесь на саму продажу. Чтобы не было досад на ваших глазах, что это получилось так неудачно. Продали в Египет. Не подходящее. Должны были продать. Хотя бы в Китай. Чтобы у вас не было таких чувств. Потому что расчеты это от Бога. Это для пропитания. Бог меня послал сюда. Впереди вас. Это от Бога. Это не от вас. Есть интересное выражение. Урамбана в Гавива Ешев. Решение Бога, то что Бог руководит миром, это правда. А наши старания это лучше. Смотрите, надо понять. Есть у человека обязанность в чем-то делать. Что надо стараться. Но это обязанность. Не мы руководим миром. И мы не решаем, что произойдет. Это выполняем нашу обязанность. А в действительности есть только Бог руководит миром. И зачастую человек своим действием приводит как раз к тому, чего он хотел избежать. Как и произошло с братьями Иосифом. Они своими руками сделали то, чего хотели избежать всеми силами. Ну, хотите провести еще пример? Давайте с фараоном. Фараон. Ему астрологи сказали, что в этот день родится спаситель еврейского народа, который их выведет. И он будет иметь неудачу через воду. Он решил всех, которые родятся в этот день, всех потопить. И что из этого вышло? То, когда родился Мойша, его мама через несколько месяцев положила его в корзинку. И кто его подобрал? Дочка фараона. И где он воспитывался? У фараона. То есть фараон своими руками сделал, чтобы избавитель еврейского народа воспитывался у него своими действиями. Это не только у братьев Иосифа и у фараона. Но это может произойти у каждого из нас. На Идыш есть такое выражение. А менш трахт, он гот лахт. Человек думает, а Бог смеется. Смеется. Надо знать. То, что мы делаем... Это наша обязанность. А нам и должны это делать, понятно. Это обязанность. Но не мы руководим миром. Не мы руководим событиями. Потому что вот два года голод внутри страны. И еще пять лет. Что нет похоты и жатвы. Между прочим, нет похоты и жатвы. Это по одному из комментариев очень подходит к этим двум знам фараона. Первый сон был про быков, коров. А второй про зерно. Какой? 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 Нет похоты. Пашут быками. И нет жатвы. Какой? 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 Большое спасение. Во всей земле египетской. Во всей земле египетской. Торопитесь. Поднимитесь к моему отцу. Скажите ему. Так сказал твой сын Йосеф. Сама не египет. Меня Бог сделал для Один. Господином. Лехов Митроев. Над всем египетом. Редо и рай. Спустись ко мне. Ау та амит. Не оставайся. В Йошаф Тобе Расгейшен. Будешь проживать в земле Гошен. Не в столице. Именно не в столице. В земле Гошен. Боису корей в рай. Будешь близко ко мне. Ато ти увонехо. Увне вонехо. И сыновья твои. И сыны сынов. Вецинхо. Увкорхо. Мелкий скот. И крупный рогатый скот. Веховаш олов. Все что у тебя. Вехилкал ты эйсхо шоу. Я буду кормить тебя там. Каэт хомишоним роов. Потому что еще пять лет голода. Пен ты ворыш. Как бы не обеднял. Ато увесьхо. Ты и твой дом. Веховаш олов. Все что у тебя. Скажите. Скажите. Какое выражение тут бы подходило. Более точно. Чтобы ты не обеднел. Или чтобы ты не умер с голоду. Не умер с голоду. Но папе так не говорят. Поэтому Йосеф выразился. Чтобы ты не обеднел. Надо знать как говорят с отцом. Теперь. Это можем учиться у Йосефа. Йосеф сказал так. Посылать зерно. Даже я. Руководитель страны. Но посылать зерно в другую страну я не могу. Вы знаете почему? Очень просто. Скажут. В газетах. Что Йосеф посылает зерно. Чтобы продавать. И вкладывать в швейцарские банки. Когда вы придете сюда. И все будут знать. Что это папа и братья. Туда я могу подавать зерно. Но пока вы там. Посылать зерно я не могу. Так люди скажут. А вот ваши глаза видят. В иные глаза. Ох и виньомин. Моего брата виньомин. Кифи, что мои уста. Говорят с вами. Я говорю с вами. А вот ваши глаза. Ах. Ви гад тем го овис. Общите моему отцу. Эсколк предевами троим. Весь мой почет в Египте. Ви искол оширисом. Все что вы видели. Уми гад тем го овис. Поторопитесь. Ви рад тем эсове гено. Спустите моего отца сюда. Теперь уже торопитесь. Чтоб папа быстрее узнал. Чтоб папа уже перестал переживать. Войипел. Он упал отца в рей. Виньомин охив. Виньомину брат его. Ваип. Расплакался. У Виньомина. Виньомин плохо плакал. А воробни больше. Войнашек. Тут интересно. Тут написано. Ваши глаза видят глаза моего брата Виньомина. Он приравнивает их к Виньомину. Точно так же. Как вы понимаете. Что на Виньямина у меня нет никаких претензий. Он же не участвовал в моей продаже. Так у меня нет претензий на вас. Война шеркала эхо. Позвольствовала братья воев, кроем плакала над ними. Ваха эхэм потом, гибро эхо витэ. Братья говорили с ним. Тогда они уже пришли в себя и могли говорить. Ваха кел, нишма голос был услышан без пары в доме фараона, в имя говоря, пришли братья Йосифа. Воевы понравились в войны фары в глазах фараона, в войны ободов и в глазах его рабов. Для Египта и для фараона и для его вельмож было неуважаемо, что человек, как говорят, без рода, без племени правит Египтом. он имеет таланты, он, в нем есть что-то особое, особое, но это неуважаемо. А сейчас, когда они узнали, что у него есть уважаемая семья, это уже, это уже уважаемо для Египта. престижно? престижно? Вае имя пары элгейцев, кау фарон к Йосифу, говорит твоим братьям, это делайте, навожите ваш скот, зерном, уху, вы идите, приходите, арцог кноан, к землю кноан, уху, уху я савихем, возьмите вашего отца, везботейхем и ваши дома, и вы, приходите ко мне, везботе, везботе, земли египетской, везботе, еху едите, это жир земли. На атоту вису, ты приказан, за истасов это делаете. Комментаторы говорят, что фараон прекрасно знал, что Йосиф не возьмет из казны для себя ничего. Поэтому написано, ты приказан, ты получаешь приказ, это делаете. Берите в Амера с Митсраем из земли египетской оголос. Для детей и для жен. Понесете вашего отца и у вас он придете. Чтобы вы не жалели ваши вещи. Потому что добро всей земли египетской это ваше. Моя сухень сделали так мне и строил. Моя египет дали им египетской оголос с телеги Альпифары по устану фараона. Моя египет дали им провизию на дорогу. Иду, провизию. Каждому Насан дали из человеку халифей смолы, смену одежды. У Вениамин Насан. Вениамину дал шлешмейскесе, 300 серебряных монет, Вехомиш халифей смолы. Пять смен одежды. Гиммара в трактате Магила спрашивает. Довар шених шаубо ото цадык. И кошел бейзары. То, что кто-то имел ошибку. Чтобы его потомство тоже имело в этом ошибку. Якобы же сделал ошибку. Что он выделил одного брата от других. И видите, какая зависть, вражда, ненависть вышла из этого. Так как это? Йосиф это повторяет. Что каждому дает одну смену одежды, один костюм. А Вениамину без костюмов. Как это? Есть интересные... Так Гиммара отвечает. Что он Вениамину дал намек, что от него выйдет великий человек. Который оденет пять одежд. И Вениамину, как известно, вышел в Мордахай. Мордахай вышел в Мордахай. В Мордахай вышел в Амега. В Маухус тхейгас вахур. Атеразов. Золотая корона. Ветахрих бутц. И Леон аргоман пять. Маухус тхейгас вахур. Атеразов. Золотая корона и закутан бутц. В льняную одежду аргоман пупурный. Пять одежд. Это намек. Намек намеком. Но это снимает зависть. Есть интересный пшат Агро из Вильна. Агро из Вильна, говорят, такой пшат. Что братьям он дал один костюм дорогой. Который стоит, скажем, две с половиной тысячи шекелов. А Беньямину он дал пять дешевых костюмов. Карли из которых стоят по пятьсот шекелов. То есть, по стоимости в подарок был равен. Но Беньямину он дал пять. Таким раз спрашивают, для чего же надо было так делать. Дать намек, что у него выйдет великий человек, который оденет пять одежд. Интересно, что из текста Торы есть на это намек. Известно, что когда слово написано полное, с полным написанием это более большое. А с недостаточным написанием это что-то меньше. Тут написано, каждому дал лоиш халифейс с вавом. Каждому. То есть, полные костюмы. Сменные одежды. А хомиш халифейс написано без вава. Неполные. То есть, братьям дал дорогостоящий костюм, который стоит как пять костюмов, которые дали Беньямину. Уловив. А отцу шалах хазейсал, вот как это. То есть, такое количество. А сарохам милим. Десять ослов нысим несут метуб митсроем и добра Египта. Весер остынец. И десять ослиц. Нысы снесут бор, зерно. Волехам и хлеб. Умозы еду. Вы обе в отцу. Вадорах в дорогу. Вайшалах хазейхо, вайиху посол братьям, они пошли. Вайемара, я им сказал им. Аутыргазу вадарах. Чтобы вы не садились в дороге. Один из. Чтобы вы не слишком шли быстро. И. Араша говорит. Пшагат. Чтобы вы не садились между собой. Они же сейчас переживали о продаже Йосифа. Так это скажет. Ты это рассказал. А, ты виноват. А этот… Нет, нет. Вот ты это рассказал. Вот ты виноват. И начнут обвинять один другого. Не занимайтесь этим. Не занимайтесь археологическими раскопками. Вайяуми и Троим поднялись из Египта. Вайяуми пришли к земле Кнан. Вайяуми. 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 Скали ему, говоря. Медраж говорит на это так. Когда кто-то обманывает, то даже, когда он говорит правду, ему не верят. Есть медраж, что сэра Басоша, маленькой девочке, сказали, что она играла на музыкальном инструменте, на скрипке и пела. От Йосифа, еще Йосиф жив. Как бы сделать настроение дедушке, что еще? Потом сообщили. Первое она сообщила. Она пела. Вайдабру и лов сказали к нему, эскул бибри еси, все слова Йосифа, а шады биралэм, который он говорил к ним, ваяра сааголэс, увидел телеги, а шашолах еси, в еси послал лосесеси, нести его, ватхи ажил, руах яким объем, дух якова и хатца. К нему вернулась руаха-кодыш, к нему вернулось пророчество. Пока он был в траурном настроении, переживал 22 года, у него ушло пророчество. Когда к нему вернулось настроение, к нему вернулось пророчество. Пророчество человека, чтобы было хорошее настроение. И Емара говорит, тоже самое для хорошего изучения Торы, хорошее настроение. Есть интересный мидраж. Увидел телеги. Телегу можно сказать, как агала, можно сказать, как эгра. Теленок. Они сообщили Якову, что когда Яков прощался с Иосифом, они же говорили слаботорой. Он говорил о законе о теленке, что если был найден убитый, неизвестно, кто его убил, так берут теленка, и там есть целая процедура. И тогда уже Яков поверил. Если Иосиф помнит слова Торы, то, что мы тогда учили, то Иосиф на хорошем духовном уровне. Если он это помнит, и это у него важно. Рассказывает история. Как-то в городе Вильна жених пропал в середине Шабабрахова. Пропал. Без вести. потом через какое-то время пришел человек и говорил разные признаки, которые признаки все совпадали. Он говорит, я, я этот пропавший муж, и я извиняюсь, и прошу прощения, и я возвращаюсь. у той невесты это как-то было неясно и неоднозначно. Тогда в Вильню было, агро из Вильна, спросили его, что делать. Он сказал, знаете что, пусть отец этой невесты пойдет с ним вместе в шаббат, ведь был у них шаббат после свадьбы, и они пришли вместе в синагогу, и он посадил его на какое-то определенное место. Пусть он придет с ним быть кнессет, и скажет ему, знаешь что, ты садись на то место, где ты тогда сидел. Тот растерялся, и не знал. Потом рассказал правду, что где-то в Германии он встретил того человека, и тот ему рассказал, всю историю, и он с ним беседовал, я не знаю, там пили или что, он ему рассказал многие разные истории. И он пришел, и все эти истории рассказал, и тот ему рассказал все. Просили Агро из Вильна, а почему Агро из Вильна решил именно так его проверить. Он говорит, смотрите, человек, который относится к тума, к нечистоте, ему вопросы святости к душа не лежат в его сердце. Он будет болтать с тем человеком о разных признаках, о сумме денег, о знакомых, о том, о другом. А там, где он сидел, про к душа, про свято, где он сидел в Бекнесете, это ему не придет в голову говорить. Человек, который пойдет делать такие мерзкие вещи. поэтому он сказал Агро из Вильны, проверьте его на это. Воеймер и строил, сказал и строил. Видите, это уже не Яков, это и строил. Поднялся уровень из-за радости его. Раб, мне еще много, много радости. Я пойду его посмотрю в терем Омус. Ваиса и строил. Поехал и строил в холл и шелли. Все, что у него. Ваеве пришел в Берешова. Ваис Балзвухим принес жертвы лелегей ови Ицхак. Богу его отца Ицхаку. Яков, смотрите, с одной стороны большая радость, Иосиф жив. И он идет его увидеть. С другой стороны, Яков ощущает, что это спуск в Гаут. Выход из святой земли Израиля. И он принес жертвы его отцу Ицхаку. Сфурма говорит, что когда Ицхак хотел спуститься в Египет, Бог ему не позволил. Может быть ему тоже так скажет. Будь здесь. Я не знаю, пошли письмо или как. Или Иосиф приедет быстро. Может быть Бог ему тоже скажет, не спускается в Египет. Сказал Бог Исраилу в день и ночи. Ва Еймар сказал Яков, 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 Яков. Ва Еймар сказал Яков, Яков, Бог твоего отца. Не бойся спуститься в Египет. Потому что великим народом я тебя сделаю там. Почему он говорит не бойся? Это значит, что Бог видел, что Яков боится спуска в Египет. Он чувствовал и ощущал, что сейчас начнется голод. Он говорит, не бойся, потому что великим народом я тебя сделаю именно там. Он и я и спущу с тобой в Египет. А я тебя подняться подниму. Положит свою руку на твои глаза. есть. Так так они пошли спускаться в Египет все. И они подняли пошли спускаться все в Египет. так как мы всю главу не успеваем закончить, я хотел бы остановиться еще на одной интересной стороне главы. Они спускаются в Египет. И как мы видим, Яков ощущает этого и боится. А Бог его успокаивает. Что я великим народом я тебя сделаю именно там. А как сохранить еврейский народ в Египте? Как его духовно сохранить? Чтобы он остался народом там отдельным отдельной группой. Как что для этого делают? Так тут есть три действия которые делают Яков и Йозеф. во-первых где где поселиться? Где поселиться? Давайте почитаем. Я читаю я читаю 46 главу 33 предложение. Берой ей будет ки кро хэм пары. Когда фарон вас позовет Бомар скажет Мама сэйхем какие ваши дюга чем вы занимаетесь? Бомар там вы скажете люди скота были твои рабы мино рейну с юности до сих пор так же мы так же наши отцы повер ты что вы поселились в земле гошен ки си овас митраем потому что противно для египтян ков рей цень всех пасут мелкий скот почему для египтян мелкий рогатый скот мелкий скот был для них священным животным как как в Индии священная корова у нее была священная овца священная овца и священная коза поэтому они были в отдаленном месте и они специально это сказали так Иосиф объясняет так скажите что вас одолели подальше от дворца подальше от центра и быть отдельно отдельно от египтян в земле гошен подальше это первая линия лучше быть скотоводом в гошене чем министром при дворе фараона и это то к чему они стремились и это было непросто это было старание дальше я читаю как Иосиф сообщил сообщил фараону у Микцей Эхоп и части братьев около взял хамиша ношин пять человек вояц и генер представил их лифные фары перед фараоном фараон фараон думал так есть один Иосиф так помог Египту а когда еще его братья будут будут в центре будут руководить они же намного помогут поэтому он взял специально пять людей которые выглядели меньше солидными меньше менее богатырями менее представительными они хотели быть подальше от столицы подальше от дворца, подальше от высоких постов, это одна сторона. Вторая сторона написана Вес-Ягудо, это в предыдущем кусочке, Вес-Ягудо шоу Афонов послал впереди себя Кау-Ейсиев, Легейлес Хафонов показать перед ним Гешно, в моем вере пришли Арцу Гешно, землю Гоша, буквально это показать, Раша говорит Легейлес сделать место обучения, место Торы, то есть он Егудо послал впереди, чтобы Егудо там организовал место обучения Торы, когда евреи находятся в какой-то стране, когда там есть центр Торы, это духовно держит и поднимает еврейский народ. И это то, что было сделано в Египте, и интересная история показала, что в тех странах, где были центры Торы, еврейский народ оставался, несмотря на все страдания и преследования. Это то, что Яков послал Егудо, чтобы было обучение Торы, был центр обучения Торы. А третье, третье это сделал Йосиф. Тора нам рассказывает подробно, как Йосиф руководил страной, как он продавал зерно, первый год он продавал зерно за деньги. За первый год все деньги кончились, второй год он продавал деньги, он продавал зерно за скот. Мелкий скот, крупный скот, а за ослы. Кончилось следующий год, они пришли, он говорит, мы не скрываем от нашего господина, у нас осталось только наше тело и наша земля. Почему, что мы умерли перед тобой, и мы наша земля. Купи нас и нашу землю, и дай зерно, чтобы мы будем жить и не умрем. И земля, чтобы не была пустына. Так Йосиф их купил. Голод был крепким, они продали всю землю. И земля стала фароновой. Народ он перевел с одного места на другое. Между прочим, это тоже, это политика он сделал. Знаете, почему? Простая причина, когда человек живет в своем месте, даже он продал землю. Но если он находится в этом месте, что он скажет через 10-20 лет? Тут же живет мой папа, тут же мой дедушка и прадедушка. Прадал, не крутите мне голову, это наша земля. А когда Йосиф их перевел, они уже это не могут сказать. Тут же мой папа и дедушка. Это не их место. Но если бы была тут еще причина, чтобы на братьев не сказали, что они не родились здесь, они переселенцы. Так он всех, все переселенцы. Но тут написано дальше так, что он всех купил. Только, и всех купил, и все должны были платить на рог 20%, но землю жрецов он не купил. Потому что у них был паёк от фараона. И они ели свой паёк, что им дал. Поэтому они не продали свою землю. И Тора об этом пишет тут дважды. Что Тора это подчеркивает, какая нам от этого разница? Людменький в Каменецке зацел, говорит так, что Йосиф... Нет, Йосиф весь мог сказать так. Мы действительно даем жрецам особые льготы, особые привилегии. Но это в нормальное время. А когда голод? При голоде мы не можем давать привилегии. Аннулируем всё. Йосиф хотел создать такой прецедент. Те, кто занимается духовным, его не трогают и не забирают у него привилегии. Йосиф это делал жрецам, но у него был дальновидный взгляд. Он имел в виду, что когда в будущем у евреев будут люди, которые будут заниматься Торой, а это тогда были левиты. И когда объявят, как говорят, общенародный субботник, а левиты не захотят пойти, чтобы их не трогали, их оставили в покое. Льготы духов... те, кто занимается духовным, не трогают. И он создал прецедент, что он не трогал жрецов, но он имел в виду, чтобы не трогали потом из евреев те, которые будут изучать Тору левитов. Так это объясняет Рубенкин в Каменецке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова